Добрый вечер, мои дамы и господа. Добро пожаловать из студии «Хайдельберг». Гражданская война в Украине и напряженным отношениям с Россией, кажется, нет конца. Как развиваются события и куда все идет? Мы, Кляга Мау Ти Ви, даем возможность услышать голос против. Сегодня мы цитируем выдержки из речи Сергея Глазева, советника Владимира Путина, который он произнес 10 июня 2014 года на заседании вместе с другими политиками. Сначала Глазев сказал несколько слов о политике Киева. Политика Киева действительно ориентирована на геноцид всего населения Донбасса. Они, власти Киева, не стесняясь, уничтожают социальные объекты. Они разгромили самый лучший в Европе аэропорт, не моргнув и глазом. Я уже не говорю про чудовищные жертвы. Они уничтожают больницы, детские сады, школы. То есть фактически они готовят для народа Донбасса участь крепостных, рабов и этого не скрывают. То есть фактически они Донбасс рассматривают как чистый источник дохода, средство выкачивания прибыли за счет чудовищной эксплуатации населения. Очевидно, что Соединенные Штаты, которые сегодня полностью контролируют киевских нацистов и лично Порошенко, толкают их на войну с Донбассом до конца. В этой связи я бы хотел возразить Федору Александровичу в том, что вы говорите, что есть какой-то предел. Нет никакого предела. Они уже применяют град. Тимошенко грозилась сбросить атомную бомбу. Если бы она у них была, они, может быть, ее бросили бы на Славянск. У меня нет в этом сомнений. Дальше Глазев объясняет, почему Киев пользуется всеми средствами, чтобы полностью уничтожить сопротивление в Донбассе. Потому что это война, которую ведут Соединенные Штаты против нас, России. Соединенные Штаты их толкают на эту войну. Они их вооружают. Они их финансируют. И они их направляют. Потом Глазев подробно объясняет, почему Время на Украине работает против России. Потому что США и их ставленники, киевские нацисты, взяли курс на милитаризацию, на создание диктаторского нацистского режима, на полную мобилизацию против России. И хотя эта мобилизация не встречает всеобщего воодушевления, но тем не менее посмотрите на динамику. Если в декабре нацистов было две тысячи человек в Киеве, в феврале их было уже двадцать тысяч вооруженных нацистов, в мае их уже пятьдесят тысяч вместе с военнослужащими, которых они рекрутировали. К концу года они поставят под ружье полмиллиона человек. Ведется расконсервация военной техники. Харьковская промышленность сегодня работает на полных парах, восстанавливает танки и бронетехнику. Расконсервация танков, их легкая модернизация и оживление – вещь не очень сложная. То же самое касается авиатехники. Авиатехника расконсервируется в Одессе. То есть мы получим мощнейшую военную машину, ориентированную против нас. И, конечно, целью этого всего действия является война с Россией. То есть нам не удастся отсидеться. Мы не сможем, потеряв Донбасс, сохранить мир. Потому что следующая цель, которая декларируется – это Крым. И это не шутки, коллеги. Они совершенно жестко, настойчиво и последовательно толкают Украину на войну с Россией под предлогом Крыма. И Порошенко об этом официально заявил, что его цель – война с Россией, потому что по-другому Крым не вернуть. Нуланд, которая была вчера в Одессе, четко сказала, что они ждут от своих украинских агентов войны с Россией за Крым. Что это значит для России? Глазик продолжает. Это современная война. Это не значит, что нам сейчас нужно наши танки двигать на Киев. Но по меньшей мере прекратить геноцид населения мы вправе. Международное право это позволяет. Для этого достаточно закрыть небо над Донбассом и ввести бесполетную зону. В конце Глазик сделал подробный вывод, почему американцам нужна эта война между Украиной и Россией. Территория Украины оккупирована американцами, чтобы устроить сначала гражданскую войну, а потом мировую, куда втянуть и Европу и всю Евразию в конечном счете. Американцы традиционно на всех войнах в Европе поднимались. Все войны в Европе – это их путь к экономическому чуду, процветанию у себя. Очень важно определить правильную систему координат. А именно. Киевское руководство не самостоятельно, это по сути американская агентура, американские марионетки. Территория Украины сегодня оккупирована и под контролем США, американцы уже легализовали пребывание там своих военных инструкторов. СБУ Украины находится целиком под контролем ЦРУ, то есть это оккупированная американцами территория, и мы должны говорить об освобождении, о незаконной оккупации этой территории. Глазьев заканчивает заседание следующими словами. Нам нужна широкая коалиция. Наши дамы и господа, вносите свой вклад в эту широкую антивоенную коалицию. Только так можно предотвратить надвигающуюся войну. Распространяйте Кляга Мао Ти Ви дальше. Я благодарю вас и желаю вам доброго вечера.